Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Откровение 10.6. Времени уже не будет. Эфесянам 5.16. Дорожа временем, потому что дни лукавы. За 29 мая 2018 года. 1 Коринфянам 7.29.31. Я вам скажу, братья, время уже коротко. Так что имеющие жен должны быть, как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром с ним, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. Вот сколько перечислено мест, тут все, братья, коротко. На первом месте жены, потом от жен наплачешься, но потом иногда и радости бывают. Все это с женами связано. И для нее что-то покупаешь, приобретаешь, ну и она мне из мира пришла. Вот все горе где. Еще жениться надо. Парень запился. Ничего. Только женить его, и он образумится. Что он образумится? Еще не образумится. Еще этого нету. Обман. Спасаться одному легче. А жена ты как связанные ноги. Это только воображение думает, вот она так будет, что будет два рта. Не она тебя будет кормить, ты ее. Еще дальше, что дети, говорится, жены злые, дети бессмысленны, проклят роды их. Вот если у верующих, тут все, подчиненность полная. Тут все понятно, для чего она нужна, как у мусульманок. Она еще маленькая, она знает. Пять сыновей Аллаху подарить. Вот и все. Так какие? Разговоров даже никаких нет. Вот смотришь сегодня, я видел снимок такой. Старые семьи какие есть. Вообще, вообще, семья. Сейчас я могу больше найти, показать, где это. Семья. Это у меня из интернета все набраты, чтобы показать можно было. Вот что-то тут у меня такое, Русь. Вот сколько? Ну-ка посмотрим. Ну, вот оно и есть. Вот это как раз я и хотел показать. Ну, что? Здесь нужно там масштаб увеличить. Вот они сидят, крыша, как крыто, я гляжу дерево, мне сильно нравится, так и не смог пожить, чтобы голуби сидеть могли. И вот они сидят, посчитайте, перед домом, старики, без бородых ни одного, женщин без платка ни одной, без пояса ни одной, даже женщин, все как подпоясано. И как сидят все. Ну, просто смотреть приятно. Нас чашкой не видно, чтобы кто-то склонился. Прямо сидят прямо, как вот у нас это делаем. И дальше видно сарай, там покрытый. Точно так же деревом, пробежкой. Я знаю, два иногда, но в три слоя. Это вручную пилили и хватали. Какой народ был. Искали они Бога или нет? А это уже Бог знает. Но дело в том, что все пошло под нож. Тут будут красные, белые, шесть с половиной миллионов только положено. Миллионов! Это нельзя, горы трупов. Вот жили, все имели свое, все работали. Все, что здесь есть. Дома, конечно, этого нет. Люди сотлели, а они где-то предвечны. Уже на пороге вечности были рядом. Вот показано, как, пожалуйста. Даже не сосчитаешь, сколько их здесь было. Потому что рожали до двадцати детей было. И они, ну, смотришь вот, и удивляешься, какой же народ был, и что погубили. И опять идут, выбирают их, этих Зюгановых. Ничего нельзя сказать. Никак нельзя сказать. Если бы хоть чуть-чуть маленько нормальный думали, тогда бы уже думали. Новости из Потеряевки тут надо убрать. Ну да, все уже. Двойная, что копия получилась. И вот дальше мы считаем. Юрий Соболев, Мировым, Игнатий Тихонович. Посмотрел ролики, посвященные отъезду Никиты. Понравились все. Прежде всего тем, что Никита уезжает с миром. А его взгляды, изложенные в этих роликах, как мне показалось, искренние. Верно, как кто-то отмечал в печати, что в вашу общину попасть сложнее, нежели космонавтов, члены орбитального экипажа. Ну, а это написал Сергей Тепляков. Он подписывал Кочевников. Он много о нас писал. Он председатель журналистов, кажется, здесь, в Алтае был. Неоднократно был в Потеряевке. Очень смелый, истинный. Ну, просто это он сказал так. Так, зная все про нас, все. Ну, а эти пять, пять в скобках, четыре он считает. Говорит, Никита выдержался, считай, достойно. Аскетический режим, труд послушания. Ну, я все тут расспросил про наркотики, не принимал ли тайны. Нет, говорит. Но мне нет оснований не верить. Он такой и есть. Вы, Игнатий Тихонович, ответили в одном из первых письм мне, что монастырь нужен для того, чтобы христианину взять духовную силу и идти в мир, согласен полностью. Да. И вот, когда, допустим, из миссионерского путешествия где-то, или как-то возвращаются, там было, ну, монашески, как кельи-то, а не то, что там обеты дать, там, не жениться. Нет. Я категорически против. Сколько беды нажили с этим. Потеряли все, и восток, и север, и юг. А именно, вот что, один человек. То есть, монашество в миру, как называют они. Для Никиты этим монастырем, в кавычках, стало время, проведенное рядом с вами. У меня возник, во всяком случае, именно такой образ. Другой вопрос. Насколько обретена им эта сила? Ну, тут уж покажет Господь. Вот она там, женщины, как вот как раз на женщинах, и покажешь силу свою. Никак не понося, ничего. Другой вопрос. У меня к Никите искреннее чувство благодарности за его труд озвучивания моих писем, вопросов, рассуждений вам. Да, мы засчитывали с ним. Ты никуда не денешь. Кроме того, там, Григория Сковороду там насчитала. О войне, это Кислякова, Спиридона, миссионера. Так и звучит в представлении его голос. Стоит вспомнить то время, когда он сидел у монитора напротив вас в ранней утренней келье. В утренней, ранней. Да благословит и управит его путь Господь и Бог наш, Иисус Христос. Ну, разные отзывы. Ну, есть какие. Просто ругательные их я выкидываю. А почему выкидываете? Да потому что я хозяин, ты ко мне дохлятину забросил, и что же я буду держать? А люди, ну, они на это призваны. Скверное слово. Ни фамилии, ни имя, ни фотографии нет. Ну, вот поставили митрополитом Шевкунова-Тихона. Ну, и что в этом плохого-то? Что он хуже других, что ли? Нет, тут же. Но я специально снял буквально эфир, наполненный мерзостями всякими, его сквернет. Чем он? Ну, посмотрите на его лицо. Какое он. Он уже не испорченный. Ну, что он, табаком-то торговал или водкой? Нет. Ну, вот его думают. Тебе какое до этого дело думают? Он свое дело делает. И отец таким немножко как бы даже, ну, так высказал, не видя огорчения. Он к нему заезжал там и обедал, когда в путешествиях был знакомый. А теперь где он будет? В какой епархии? Куда ехать? Это другое дело там про меня. Там говорят, там, ну, я много выступаю. У него не знаю, ролики-то есть у него сколько нет. Говорит проповедь, говорит правильно. Там фильм поставил. Ну, где он еще там книгу выпустил, не святые, святые. Вот. Ну, и ругать его, или что, поносить. Только зависть. Нет таких талантов, как у него. Вот я за него каждый день теперь молюсь. Я говорю о Тихоне Шевкунове. Думаю, может быть, не с подачи, не безходатайства того, с кем он из мирских был знаком близко. Финаева пишет. Мир вам, дорогой, родной Игнатий Тихонович. Посмотрела только что ролик с последним собранием 27 марта. Так душа разболелась. Несколько дней назад была мысль написать вам простой проверенный рецепт помощи глазкам. Так, не написала. А тут слышу, и моркови нет. Глаза устают только от компьютера. Ежедневно 14-16 часов, конечно. Но почему? Столько материалу. Может, воспользуйтесь. Три цветка календулы. Ногатки сухие есть в аптеке. Залить кипятком. Минут 15-30 настоять. Хорошо через марлю или бинт, или ватку процедить. И промывать глазки. Хорошо снимает воспаление и восстановление зрения. А пойдут свежие цветы в Потеряевке. Думаю, и двух цветков хватит. Кипятка приблизительно 2-3 стакана. Да уж, поди, кто-нибудь вас одарит двумя килограммами моркови. Как раз вчера принесли. Видишь, есть. Служите людям день и ночь. Как-то вас, Надежда Васильевна, надо похоронять. Ну, вот все. Здесь, думаю, уезжать уже туда. Потеряевку. Как Бог даст. Просим всех мы, помолитесь. Тут что-то прокуратура, там, какие-то. Что-то имеет против строений, которые в лагере были. То есть, совершенно не о том. Там навозные кучи были. Там на них даже коровы не могли заходить. И мы вручную и ведрами все разглаживали, пока поставили. Там нигде ничего нет. Никакой местности не занимает. Ну, а что сделаешь? Не такое ломали, да видели. Храм Христа Спасителя в то время взорвали. А этот, на навозные кучи. Сергей бы поночевал с ураганом, что ли. Храни вас, Господь, обнимай, Лидия. Ну, мы надеемся на Бога. И Господь пока не покидает нас. Вчера пришлось ездить в краевую больницу. Меня ищут, а я в больнице, там, поликлинике. И решил, на меня часто бывает давление, что вот вы не заботитесь о своем здоровье совершенно. Ну, я говорю, проверюсь по всем операциям, какие у меня были. Хотел врачей, профессоров записать. Но не получилось, как думал. Потому что там что-то у них было. Задержка во времени. Какие-то очереди. Раньше как-то не так было вроде бы. Не знаю. Хотел записать. Вот, допустим, мне делали операцию на позвоночнике. Ну, что? Какие? Вот прошло столько времени. Ну, милостью Божией я прямо хожу. Не изгорбатился. Ну, а сколько мне можно носить? Хотел проконсультироваться. Тем более, они-то меня хорошо знают. Я им и книги дарил. Как профессор Ложенко. Дмитрий Андреевич, так кажется, звать. Вот. Даже он мне свою книгу медицинскую подарил. Хотя она вам не потребуется. Говорит. Ну, все равно. Мне профессора, академики дарили свои там книги. Книги. Прямо все эти сунусоиды. И каждый этот говорит. Вам оно это, конечно, не потребуется. Но все-таки на память книгу. Ну, ладно. Бог его знает. Может быть, кому изгодится. Вот так. Все решил узнать по операциям, когда делали. И какие можно ожидать последствия. Если я там как-то не трактую. Может быть, надо, чтобы не застудить. Вот. Там еще что-то. Как с питанием. У меня... Я ничего не изменяю. Просто узнать их мнение. И тогда я... На меня, когда нападать будут. Ты не заботишься. Я в больнице был. Поликлиники. Меня водили. Просмотрели. Глаза. Уши там. Ну, всегда. А даже фотографии выставили. А вчера я там был. Долго-долго ждал. И там на улице было. А там дрозды серые. Интересно. Так. Я наблюдал. Даже попытался снимать их. Юрий Соболев. Вы, Игнатий Тихонович, конечно, это знаете. Так как вы насчитывали. Видно, не насчитывали. Насчитывали. Мне же весьма понравилось чтение Божественного Писания подобно сокровищу. Как получившие из сокровища и малое частицу приобретает в себе великое богатство. Так и в кратком речении Божественного Писания можно найти великую силу и богатство мыслей. Чем сильнее растирать благовонные вещества, тем ощутимее они издают аромат. Так бывает и с Писанием. Чем больше вникаешь, тем больше открываются заключающиеся в них несказанные дары. Я прошу всех вас не оставлять без внимания предлагаемого в Божественном Писании. Ибо все его содержание заключает в себе великое богатство, мыслей. Блаженные пророки говорили по внушению Божественного Духа. Значит, оно, Писание, Святая Библия, написано Духом. В Писании нет ни одного слога, ни одной черты, не заключающей в себе смысла. Потому мы должны приступать к словесам Божьим не иначе, как будучи руководимы благодатно, свыше и получив просвещение от Святого Духа. Кавычки закрыты. Это Святой Иоанн Златоуст. Анатолий Внуков. Мир вам, Игнатий Тихонович. Давно с вами не общался, с глазами не все хорошо. Но я и моя семья почти каждый день смотрим и слушаем ваши ролики на Ютубе, насчитанные вами Никиту. Так, вами насчитанные. Никиту очень жалко. Уже привыкли к нему? Игнатий Тихонович, как-то в своих роликах вы показали псалтыр на русском языке с большим шрифтом. Сколько ни искал, не мог его найти. Вы не могли бы подсказать, какое издательство Иоанна печатало, попробуя из него выписать. Заранее вам благодарен. Спаси Христос. Вот заранее благодарен. Вот это не приемлю. Как благодарить, когда не знаю, что дальше будет? И за что благодарить? За ответ, если ответите. Ну, заранее никак нельзя благодарить, потому что это может оказаться неверным. Ответ не понравится. Я отвечаю, российское библейское общество в Новосибирске распространяло это издание. А кто издал? Пожалуй, в Москве российское библейское общество. Кто-то пишет мне. Мир вам, Игнатий Тихонович, это сегодня. Мы хотим вам послать денег через Вестньюнион, это из Испании. 22 тысячи рублей. Вам будет удобно пойти забрать. Или на Володю можем послать, если так удобнее. Деньги на Потеряевку, на летних гостей. Вот на первое место. Марина, я где денег? Это половина, тогда уже у нас возмещена будет. Молить их гостей. Или для села, если надо что-нибудь на ваше усмотрение. Незнакомые люди, сколько они помогают нам. Подтвердите, пожалуйста, кому посылать, и мы немедленно пошлем, так как вы уже скоро поедете в Потеряевку. Спаси Христос. Вот. Я отвечаю. Если сегодня пошлете, то я успею получить. Володя больше месяца уже в Потеряевке. Эти деньги, ох, как к месту будут. Тут Марина Христенко с дочерью Полиной, с Украины, едут к нам. И мы решили туда и обратно им билеты взять, потому что у них ничего нет. Это милость Божия, что половина стоимости уже тогда нашлась. От Бога сие ответ на молитву. Слово тогда. Это не напрасно. Уже нашлось. Слово тогда убираю. Это никак нельзя. Это совсем не об этом вырезать. От Бога сие ответ на молитву. Слава Христу за вашу нежность и умение услышать нуждающиеся души. Послать можете на Капустину, Татьяну Кузьминичну, ваши реквизиты на получение. То есть я отвечу и дам ей она. А ей я передам. Это мне облегчение. Не ходить пешком в банк. Далековато от меня. Сами решите, что вам по сердцу. Ну и Татьяне Капустиной здесь телефон, чтобы они могли свериться. А это доверие людей полностью. Выписали полностью все мои книги. 38 тысячи евро послали на то, чтобы мы копии сделали на сохранение в Испании. Что сейчас делается через КГБ. Незнакомо. А который там где-то что-то сказал. Да и что. Да прости его, Господи. Это необходимо уравнять. Тут хвалят, а тут поносят. Мы должны все это принимать. Но их жалко. Этих людей действительно жалко. Жаль. Вот. Посмотри наши ресурсы. Это вот мой мир. Это очень мне нравится. Сюда я переношу все. Ну и наш православный форум. Три тысячи тридцать четвертый день. Помаленьку приходят люди. Тысячу шестьсот тем. Особенно обидно. Обидно, что, ну, мало. Где-то люди-то пропадают. Это что-то у нас такие полные материалы. Ну и, значит, посмотреть православный видеоканал. Одиннадцать тысяч двести, примерно, роликов у нас. Вот вчера новые ролики я поставил. Сегодня поставил десять. Дворотолюбие-то девять. Ну, один. Днем-то еще бывает больше. Игорь вчера приезжал про деревню, рассказал, как там прокуратура приезжала. Все вокруг бывшего лагеря еще топчется. Ну и с Галиной тут один мне Кошкин подарил восемь голубей. И как мы на голубятни, она залезла, держала, а я им красные тряпочки пришивал. Ну, интересно. Ну, поставил и уже восемьсот девяносто восемь. О, как будто день крещения. А вот Никита в трапезной. Это уже пять тысяч двести. Это не наш счет. У нас больше-то никогда не бывало. Ну, отдельные ролики есть, там по четыреста тысяч, как шершни. Вот он ко мне пришел, Никита. Уже восемь тысяч. Прощание с Никитой, наказы. Ну, еще у нас есть большой ресурс. Это «Восвете Библии» православный библейский сайт. Ну, тут самое ценное, считаю, 4124 ответа. Ну, вот я отдельно их выбрал, выбросил. Выбрал, говорю. Ну, выбрал выбирать от слова. Вопрос 2470-й. Это 13-я папка «Дети». 11 том открытым оком. Мои родители против того, что я хожу на занятия к вам. Они хотели купить мне квартиру, а теперь неизвестно, чем это кончится. Так и буду ходить по чужим квартирам. Я отвечаю им. Это в университете, как помню, сейчас было. Молодой юноша ходил. Ну, такой он еще, видно, школу не окончил. «Если вы любите Господа, то доверьтесь Ему. Молитесь за родителей. Но если они препятствуют вам любить Христа всем сердцем, то придется уже решить остаться без квартиры или без обители неба. Можете себе найти здесь жениха. Ага. И в этом помогут с охотой все вам ваши родные. Но будут ли тогда женихом души вашей Христос, будет ли? Смотрите сами. Сегодня о вас заботу берет Господь. И не ложно обещает через свое слово». А, вон как. Это, видно, студентка задала. А до этого был какой-то юноша, задавал подхожий вопрос. «Поздно, заканчиваем ночью, зимой. Ну, в шесть начинаем, если мы. То в восемь. А в восемь уже все». Я говорю, «Тогда не ходите дома. Ну, смотрите как-то там. В интернет вы оставляем. Кто-то вам принесет занятия. Послушайтесь. Родители вас любят. А так ночью, не дай Бог, что случится». Марка 10, 29, 30. «Иисус сказал в ответ, «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену и детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во стократ более домов и братьев, и сестер, и отцов, матерей, и детей, и земель, а в веки грядущем жизни вечной. Кто заботится только о настоящем, тот теряет и настоящее, и будущее. Не нами же это доказано и сказано? Вот пример тем, кого родные удерживали от подвига». И что молодая особа отвечала им, Тимофей и Мавра. Третьего мая по старому стилю отмечается их память. «Когда святые шли на распятие, и встретила мать Марфа, и, обняв дочь свою, сказала ей, «Дочь моя Мавра, зачем ты оставляешь мать свою, ищущую тебя? Кто же будет носить украшения твои? Серебро и золото и драгоценные одежды твои кому достанутся, если ты, дочь моя, не останешься в живых?» Вот так тоже я смотрю. Кто же будет на моей кваровате, на нарах спать на моих, постельки на моей? Святая же Мавра так ответствовала своей матери. «Золото и серебро погибнут, а одежды моль поест. Красота юного лица также со временем исчезнет. Венец же, который дарует мне Иисус Христос, будет неувидаемый вовеки». И не могла мать возразить что-либо святое Мавре. У меня у дяди дочка была, двоюродная моя сестра Мавра. Рано умерла. Мученица же, вырвавшись из рук матери, пошла к месту распятия, сказав матери, «Для чего ты меня отвлекаешь от креста и не даешь мне насладиться венцом, а от Господа моего, которому я хочу уподобиться в смерти своей». Вот какие были люди. Герои веры заботятся о чём. Насладиться, не скажешь так даже. Вопрос 2225, 9 том «Открытым оком». Вы раньше писали характеристики детям и взрослым. Занимаетесь ли этим и доселе? И как реагировали, отреагировали те, чьи характеристики вы поместили в своих книгах «Открытым оком». Том 2, страница 284. Отвечая, всё знают их. Страницы называют. У нас люди, которые ходили на задядья, их не сравнишь с теми, которые ходили у храма, там занятия делали. Когда оттуда люди к нам пришли, говорят, «Так у нас, говорят, там кухонное образование. Закон Божий, закон Божий, свечки как ставить?» А мы проходили весь Новый Завет с толкованием полным по всем святым отцам. Ответ. Вот несколько последних характеристик. Где-то упускаем даже имя, заменяя его местоимениями, чтобы не зажечь ещё большую обиду. Адама бы обидчивая, Евы обидчивая, так что я не говорю даже... Ну, тут понятно, что речь идет о девочке. Не по годам взрослая, в суждениях, 11 лет умная, сообразительная, наблюдательная, хорошая помощница и на кухне, и на огороде. Хватается за любую работу с охотой, но не всегда в ней старательно, если она ей не по душе. Может, дело ей порученное бросить наполовину без предупреждения и побрести, куда ей вздумается, и после о нём и не вспомнить. Характер весёлый, общительный. Она прирождённый полководец, может быть хорошим руководителем. В кругу у детей пользуется авторитетом, к её мнению прислушивается. Само по себе доброе, отзывчивое, имеется страдательное сердце, любит маленьких детей. Подвижная, живая, любит купаться, хорошо плавает, поёт. Послушная, исполнительная, работы не боится, сама предлагает помощь, внимательна к другим. Очень развито своё «хочу» и «не хочу». Самомнением набито до ноздрей. Судит других, особенно взрослых, и в глаза, и за глаза. На полное рассуждение ума нет, но во всём видит изъян. Он норовоучений не любит, так как готова своё мнение на то или иное. Для неё это занудная проповедь, которая воспринимается с сарказмом. Очень обидчиво, легко замыкается в себе и добавляет в оправдание, что её мама может и по неделе с папой не разговаривать. Вот откуда всё идёт. Когда я это отдала, а отец говорит, тут характеристика-то не дочери нашей, а матери. Присущая крайне нехорошая черта лицемерия. В глаза смотрит, улыбается, даже похвалит то или иное, а отвернётся, хает не по-детски ядовито. Человек неоткрытый, себе на уме, а человек, и с которым общалась, может быть, даже дружила. В разговоре с другими можно сказать беспощадно, насмешившими, уничижительными словами. Если происходит что-то вопреки её желанию, то протестовать открыто и спорить побоится, но замкнётся и будет очень упорно в своём упрямости, неприятии и внутреннем осуждении. Одно время даже ходили к нам на богослужения несколько раз с родителями. Чрезвычайно переживала за свою характеристику, вот эту, и не из-за своего характера, а из-за страха перед мамой. Человек непостоянный, сколько впереди говорили, положительный и отрицательный. Всё положительное и отрицательное дети получают от своих родителей, от учителей, от товарищей. У неё самая отрицательная черта выискивания в окружающих её каких-либо недостатков. И это она подчеркнула, видимо, дома, ибо для неё авторитет в этом мама. Это не просто тревожный симптом, а смертельно опасный. И родители этого никак не могут не видеть. Люди с такими повадками всегда одиноки. Часто разводятся, делаются желчь и ядовитыми, и всё у них утопает в ропоте на кого-то. Мы делаем заключение, что ей весьма полезно быть в нашем лагере, где добрые её качества освобождаются от лени, от того, что она не даёт ей развиться. А осуждение пресекается сразу же с подробным разъяснением. Когда она выискивает недостатки, видно, как она начинает болеть, ибо грех осуждения по Иоанну Златоусту страшнее самых смертных грехов. Детям такого возраста вообще исключительно редко такое постоянное чувство осуждения других, как у неё. Этот грех ребёнка раскрывает грех родителей и, как правило, матери, и с ним нужно покончить немедленно сегодня же. И беда ещё в том, если родители прислушиваются к таким детям-то и принимают их выводы за чистую монету и идут у них на поводу, делая из них более сильные свои выводы. Как правило, эти дети в дальнейшем делаются отчуждёнными от родителей, заразившими их бациллой осуждения. Эти дети недружественны между собой и с родителями, ибо они друг в друге искусственно находят недостатки и ставят их на первое место. Судя по застарелости этой опасной болезни, нужно добавить, что просто так, безболезненно, от неё ей не избавиться. Вот от осуждения. Родители должны перестать при детях говорить о ком-либо худо, ибо плоды таких разговоров уже налицо. Христиане могут простить подобное нашёптывание за углом, но в миру они сразу же получат сдачи. И верующие, даже прощая, опасаются таких людей. Притом, оправдать этот грех ничем ничем невозможно, он неизменителен вообще. Осуждение совершается и при сытом желудке, и натощак, при полном довольстве и в бедности. Ей не отказан приехать к нам в лагере в будущем. Начальник детского лагеря Станой Лапкин Игорь Тихонович и старший воспитатель Приходько Наталья Николаевна 8 июля 2003 года. 15 лет, как отмахнуло. Ну, 15 лет, но явно дело, что это уже женщина 15 до 11. Это вообще уже она взрослая. Характеристика на Дениса 10 лет. На первый взгляд ребенок ничем не отличается от других, только лишь отталкивающее чувство вызывает какой-то змеиный застывший взгляд, который сразу же бросается в глаза. Мама и бабушка Дениса несколько раз обратили наше внимание на скромность своего отпрыска, что, дескать, может затруднить наше общение с ним. Солгали они о скромности умышленно или вправду уверены в том, но вот здесь открылась бездна в душе такого еще не созревшего ребенка. Коллектив детей его никак не желал принимать в свою среду в играх, в работе, но он сразу же вступил в дружбу с одним нашим рекордсменом по наказаниям, Анфиром, любителем поиздеваться над всякой живностью, и которого дети также не любят за скверный характер. Мы этого общения пресекли, но они продолжали сталкиваться, как бы не могут жить друг без друга. Вместо скромности открылось наглое пренебрежение старшими. Он никакого не видит и не слышит, делает то, что задумал. Прекрасный артист перевоплощается на глазах, когда узнает, что за ним наблюдали, и из-за льва делается мгновенно ягненком. Круто приправляет свои слова матом. Умный, сообразительный, внимательный, очень ленивый, злобный, имеет ярко выраженные садистские наклонности, можно сказать, будущее Чикатило. Затащил нас мальчика в келью насильно среди белого дня, когда взрослые других детей катали на лошадях и на лодках-то. И он улучшил такой момент, когда никого не было. И позже он скажет матери, что затащил для того, чтобы тому Илюше рассказать анекдоты. Это же ребенок из верующей семьи очень спокойный Илюша и намного младше его и устроил ему пытки там, начал его душить, выворачивать уши, нос. Младший брат жертвы увидел это и закричал. Чем бы это могло окончить это? Срочно вызвали мать, и она только и спросила Дениса, ну и куда я теперь с тобой? Сам же страшно трусливый боится наказания даже крапивой, заложит любого за свою заднюю часть. В воду и то боится войти, что дети насильно тащили его купаться. Мы его сразу же посадили на веревочку, привязали за руку к воспитателю и ни на один шаг уже не отпускали от себя, пока из Барнаула приехала мать. Вот такая характеристика. Смирнягина Кристина 12 лет приехала с Урала и в первый раз. Легкая, тоненькая, ласковая, добрая, с сердцем отзывчивая, сама спешит на помощь, работящая, честная, искренне верующая в Бога. В коллектив вошла легко и сразу благодаря простому и легкому веселому характеру. Необидчиво, может и есть обида, но видно никогда не даст, что что-то имеет на тебя. Прекрасная помощница в любой работе, заткнет за пояс любого мальчишку своего возраста в спорте, в играх и в работе. Ей можно доверить самостоятельно выполнять заданную работу, выполнить старательно и на совесть. Хороший руководитель и нянька отличная, хозяйственная, любит петь и поет хорошо, купаться, кащаться на кащелесте, играть в баскетбол, в футбол. Подвижная, проворная, активная всюду, умная, сообразительная, с жадностью впитывает в себя то, что говорят о Боге и сама интересуется. Дай Бог сохранить ей это на всю жизнь. Аккуратная, опрятная, любит одеваться со вкусом и незаметно поглядеть на себя в зеркало. Мальчишки липнут к ней, как мухи на мед. Берегись, сохрани себя, ласковый цветочек наш. Вот такая характеристика. Отец, проповедник, Болотов Коля, 12 лет, в нашем лагере Стане из Горного Алтая, здесь первый раз. Своим внешним видом вызывает доверие к себе открытое, спокойное лицо, прямой взгляд, внимательный, рассудительный, простой, добрый сам по себе. В кругу детей пользуется авторитетом, так как ни на заносчив, уступчив, общителен, не обидчив, умный, работящий. Его приятно брать в помощники на любую работу, так как он очень старательный, может быть хорошим руководителем, серьезный. Видно, что с детства дома не зацелован, не избалован вниманием. На обиду не замедлить дать сдачу, смелый. Тут нужно поработать, чтобы быть полным христианином. Нужно больше считать, развиваться, стараться меньше обращать внимание на противоположный пол. Вот и все даже подмечено. Характеристика на Алексея, 19 лет, находящегося на службе в армии. Вырос в старообрядческой семье. Не курит, не пьет спиртное. Дай-то Бог, в этом бы и удержаться. В семье у них 7 детей, приучены с детства трудиться. Это помогло ему и в учебе, и в техникуме. Замечен, что может даже начать свое дело, ответственность за порученное дело в этом возрасте, ценная в Алёше черта. На конфликты не идет, старается сгладить их. В этом есть зерно безразличия. За истину биться не будет, лишь бы быть спокойно. Добр, улыбчив, не хамовит, не жадный, может помочь старшим. Любит вкусно поесть, что поведет к излишней полноте, на что уже есть намек тревожный. Алёше легко обидеть, но он не злопамятен, веселый и совсем уж необычно, что в старообрядческом выросшему-то имеют зачатки юмора. С детства бывал летом в нашем лагере Стане. Все опрошенные, близко знающего, подметили, что он легко входит в общение и очень уж доверчив к людям. Это грозит большими неприятностями в жизни. Он может попасть в дурное общество и попасть на удочку сатаны, влюбчив, в женский пол, но за рамки приличия не переходит пока. Это зависит от наличия в нём хотя бы немного страха Божия. А сейчас уже три сына у него растут, в потеряевке живёт, и сыновья-то не просто так, это Володя да и Саша, Игорь, а старший, значит, Варлаам, дальше Назарий и третий Ютихий. О, есть на что посмотреть. Дом уже почти построил. Влюбчив в женский пол. Видите, как жена прекрасная, ангел настоящий. Имя такое Ангелина. А вот это вот как раз и дефицит страха Божия. Вот так. Это зависит от наличия в нём хотя бы немного страха Божия. Вот это вот как раз и дефицит. Мог бы вполне по религиозным убеждениям не принимать присягу, то тем более в такое льготное время, когда можно отслужить на альтернативной основе. Но, как все, зачем мне выделяться? Я не хуже других. Может, стоить жизни. И присяга его есть лучшие свидетельства нерождённости свыше отсутствия страха Божия. Матфея 26, 52. Тогда говорит ему Иисус, возврати меч твой во его место, ибо все, взявшие меч мечом, погибнут. Откровение 13, 10. Кто ведёт в плен, тот сам пойдёт в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Присяга и склятва, категорически запрещённая Иисусом Христом. Матфея 5, 34. Я говорю вам, не клянись вовсе. Яков 5, 12. Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землёю, ни какую другую клятвою, но да будет у вас да-да и нет-нет. Да вы, вам не подпасть осуждению. Протерея Аким Лапкин, настоятель святой Анфивовского храма, писал характеристику начальника детского православного лагеря Стана Игнатия Лапкина 19 августа 2003 года, 15 лет назад. Ой-ой-ой. Были даже такие, которые приезжали из другого города спросить, для чего я опубликовал это. Отвечая, что характеристику писал, во-первых, по их просьбе, второе, это мой труд, и я им властен распорядиться, как найду нужным. Тем более, когда готовился писать, то спросил, не против будешь, если это будет достоянием других, и ты дал согласие. Прощай пока, меня уже ждут другие написать им характеристики. Живите чисто и интересно, и не скрипите в чужом доме. Нельзя ли проследить, как зарождалась необозримая побед с тем цунамика, землетрясение, непослушание, сжало, все то, что происходит с нами. И был же вечер, багровело утро, полоблачка с ладонь на горизонте, оханичал мышонок нагло, шустро, а мы прохлопали ушами из просонья. Не захались, молясь, посты не соблюдали, вытягивали жилы на работе, что значит, мол, корючка, запятая, а сын и дочь не знали вкуса пота. Мы подошли, приехали, приплыли, случайно залетели в наш бедлам. Плодится мошкара, греховной пыли, нет цельного ни в чем, все пополам. Приходят несогласия с писанием, и первый шаг к порогу без молитвы, с полохи беды и штрих-коды полосами, так в бездну открывается калитка. Упрям на вопрос не отвечает, глухонемая нечисть прописалась, солгал для выгоды, как будто бы случайно, на совести вершок свиного сала. Не вовремя пришел, не ночевал, сослался на друзей или на транспорт. Лавинный сход, губительный обвал из-под тишка с повязкой пиратской. Заголосить в беспечности не поздно, расхлебывая вечером и утром. В мозгах у отрока засевшая заноза, что ложью можно все следы запудрить. Прогноз погоды не на день, на годы. Без розги гибкой нам не воспитать. Фрукт одичавший, горьк и негоден. Не в закромах у Господа Христа 22 июня 2004 года. Ну, вот так все, можно сказать, на этом сегодня. через 20 минут. Продолжение следует...